привет дорогие друзья я продолжу свой рассказ о том что как я когда я был мне было 13 лет и я как по как я познакомился сдали значит как-то это было ну я лучше мы учились тогда в школах где рисовали из-за студии были такие и рисовали портреты пейзажи и многое что другое писали конечно да и ну сколько что может писать ребенок 13 до 13 12 значит и как-то были такие баку ну я мы же я жил баку значит и баку был такой промышленным городом со всеми институтами искусства искусства институты промышленных это был такой один из самых один из самых можно сказать советском союзе прогрессировал городов где люди жили счастливо да и я говорю о том что у нас баку были такие кинотеатры знания и где показывали мультфильмы для детей и научен популярный фильм такой назывался кинотеатр назывался знанием я постоянно туда ходил потому что там были очень интересные фильмы научно-популярные фильмы о путешествии и о многих других таких интересных науках где показывали мультфильмы и одновременно научно-популярные и каждый раз я туда ходил те времена не надо было много денег можно было иметь как ребенку до 20 копеек 20 копеек тебе давал давал родители тебе давали 20 копеек ты мог пойти через кино и взять мороженое посмотреть мультфильмы и фильмы одновременно и поесть мороженое это было большое здоровье те времена значит и вот я как тоже как-то один одних из дней я пошел кинотеатр знания мои любимые знания где я получал информацию о мире путешествия и прочее другое и как-то там а я говорю данный случай как я познакомился в первый раз дали так не официально а в переносном смысле как только он ко мне предоставился как как я его узнал первый раз то есть вот значит грузинские кинокарактеристы значит сняли фильм такие ребята просто очень такие талантливые ребята они сняли фильм о путешествии испании о кухне искусстве науки и многое-много другое то есть по испании сняли показали там искусство кухню и общие такие вот артиктуру и значит такие путешествия в общем фильм такой рассказ о путешествии путешествие по испании и вдруг но они показали там все и показали о художниках тоже пикассо показали тоже да и потом перешли на дали я почему говорю то есть как вот я хочу сказать что вот как на ребенка 13 летнего ребенка повлиял выдающийся мастер выдающийся гений и художник как он повлиял он занимался разными науками в том числе и магии тоже и вот я не знаю то есть то ли это от него шла такая энергия то ли это в картинах настолько присутствовала энергия да такая сильная энергия я не могу сказать это действительно магическая энергия не такая магия скажем это была волшебная магия я я почему хочу сказать хочу вам передать я не могу передать эти чувства когда я посмотрю когда они показали то ли произошел какой-то взрыв вот во мне сама вот когда я увидел его его как он пишет картину показались и растекшие чистые часы показали колорит его краса понимаете его картины как он работает самого его мастерской и его показали знаете как будто бы где-то в космосе да взорвалась большая голубая звезда и вот эта волна вот эта волна ударная волна да она пошла прямо на меня понимаете я не знаю может быть миллионы ригменты миллион людей мы таких молодых ребят как я почувствовали я имею ввиду художники и не художники неважно но я почувствовал такую энергию которая на меня пошла блаженство и я в этой энергии растворился в молекулы вы можете я представить как вот я поэтому не могу вам это объяснить такое никого не вот когда ты смотришь рафаэля мы в рафаэль рафаэль смотришь давно любимых художника то рубец один для меня лучше чем рафаэль рубец более пастозные маски маски у него я говорю об искусстве и поэтому когда я не чувствую не чувствует того потока не нравится нравится конечно нравится рафаэль мне ленар да винчи обожаю просто это это один из но и тоже один из лучших мастеров которые я обожаю это конечно михеланджело бонаротти который сделал сексинскую капеллу потолок потолок и много другое и скульптора давида и значит иисуса с на руках у марии выдающий скульптор и мастер но больше конечно не интересует живопись в этом случае то есть вот я не чувствовал того ни одного художника я не почувствовал того я хочу вам передать эти чувства где вот этот взрыв произошел просто понимаете вот эта волна меня вот так покрыла девятый вал можно сказать девятый вал энергии знаете вот у воевазовская девятый вал где покрывает где люди там тонут после коробочения и ты мне извини 20 метровая волна покрывает их вот так сейчас она вот закроет их волной и они там растворяться в этом море понимаете в этом океане вот чтобы но это волна энергии вот такая волна энергии голубой энергии которая вошла в меня сильно я просто вы в этой энергии балдею я другого слова не могу найти современное слово как говорят понимаете я в нее растворился мне так было прекрасно я не знаю что это такое и и его показывают далее вдруг я увидел его картины такая энергия шла от них и потом я хотел этот фильм каждый раз смотрел каждый смотрел и и под после этого ну понимаете представьте себе 13 лет на 13 лет его ребенка повлиял великий гений можете представить это как это просто я не знаю как это получил не могу вам это передать и такой же и я его после этого просто сильно полюбил очень сильно то есть это уже было во мне она зашла прямо до самых последних кровь зашла понимаете пошла по жилам это все понимаете этой энергии и и до сих пор она у меня есть я не чувствую но я начал в те времена уже начал искать иллюстрации я начал искать иллюстрации дали а они не были мы жили при советской власти тогда была советская власть так никаким журналом не печатались потому что это считал сериализм считался извращенным искусством считалось сериализм да и ну дело в том что может быть она была серьезная извращенным потому что действительно сериалисты многие делают извращенные вещи мне не нравится понимаете но когда я сейчас занимаюсь сериализм сериализм потому что это вот для меня это номер один в моем искусстве не пейзаж не портрет что вы видите сейчас здесь я могу делать классику я могу делать пейзаж я могу делать всё я могу делать портреты прекрасные Ну, если видите, смотрите мои видео на моем канале, на ютубе или кугл, вы можете его видеть там на фейсбуке. Вот дело в том, что я пишу все, но занимаюсь я сюрреализмом. Действительно, я когда смотрю бездарных сюрреалистов, так вот Дали, он постоянно говорит, сюрреализму. Вот говорит он вот так вот, сюрреализму. Приятно так говорит. Да, это его. И дело в том, что почему он это говорит, да, понимаете, в чем дело? Он взял вот этих бездарных, бездарщин, вот этих сюрреалистов, где извращение, происходит извращение. Он снял оттуда все. Он снял и сделал свое новое, новое направление. Я говорю одно из направлений, потому что у него очень много направлений, где он открыл. И в кубизме, и в классике, и во многом другом. До него никто этого не сделал, поэтому сказали, что в 500 лет он родился раньше, вернее, раньше, чем он должен был родиться. И он сформировал этот сюрреализм свой и показал то, что он может. И это прекрасно. Поэтому я просто, я вот, я вот, я вот, я вот сюрреализм утонул. Это, я начал искать иллюстрации. Они не выпускались в советской власти, потому что было, действительно, для советской власти это было не социореализм, а пропаганда была только социореализм. Ты не имел права делать, тем более, сериалистические вещи, понимаете, извращенные вещи. Ты не имел права это делать, запрещалось, поэтому публикации не было, никаких книг было. Но кто-то умудрялся, кто-то где-то там в журналах каких-то, там они выпускали, такие небольшие, такие искаженные, такие репродукции. Но когда я на них смотрел, на его, от них тоже шла энергия такая, вот эта вот энергия, энергия его искусства шла на меня, понимаете. От этих маленьких, вот этих искаженных таких фотографий, все равно от них шла энергия. Я все искал, хотел посмотреть на них. И как-то вот так прошло некоторое время, и кто-то умудрялся приносить. И вдруг я увидел, был такой кинотеатр Низами у нас в Баку, и напротив был такой буганический магазин, прямо на углу, в красивых зданиях, артитурные здания у нас красивые. И рядом был магазин конфет, там продавали самые шикарные конфеты в Баку. Все ходили туда, когда ты хочешь какой-то подарок, ты ходил в этот магазинчик, покупал там конфеты, там были все. И Мишка в шоколаде, и Мишка на севере. И рядом был буганический магазин. Я ходил туда, заходил в конфетный магазин, покупал себе там 100 грамм конфет, там очень дорогие были, ну хватало. Ну где-то на рубль-то мог бы купить хорошие конфеточки себе. И заходил в магазин одновременно, в буганический, мне очень нравилась живопись. И вдруг на витрине она стояла прямо, действительно, вот в самом центре, он поставил штатив, поставил на него книгу Дали. Распятый Иисус, вот так вот, он в таком ракурсе, вы должны знать, золотой Иисус. В распятом таком, необыкновенном ракурсе и в глубоком таком пейзаже. Ах, как я блаженствовал от этого, просто это было что-то невероятное. Я просто, я не знал, это было какое-то счастье, эта энергия опять на меня шла. И я вот машинально зашел в магазин, и я, там стояли девочки, там стояли такие, знаете, неприятные такие девочки были, они там. То там одна была, одна помощника заведующего, такая, скупая, я ее просил всегда. Вы можете мне уступить за такую цену, все-таки это бакунис, можно уступить, она никогда не уступала. Всегда продавали очень дорого. Да, тут альбомы по живописи. Никогда не уступили. Но я покупал очень дешевый весят, с хорошими репродукциями, у меня очень был хороший вкус, я покупал для себя очень нужные такие хорошие. И всегда был там. И я зашел туда опять, ну, 13-летний мальчик, и зашел сюда, я спрашиваю у этих девочек, я говорю, вы можете мне показать книгу Далии? Нет, мы не можем. А значит, я не куплю его, потому что у меня таких денег нет. А я еще не знаю, сколько это стоит. А я знал, что я тоже не могу, я прекрасно, я-то не могу купить. Я просто хотел полистать посмотреть это. Вот это вот, мне так тянуло это посмотреть, получить опять эту энергию от него. Понимаете? И я прошу у одной, она отказала, потом у другой тоже отказала. Я говорю, я заведующий здесь, а заведующий там был один такой, синоватый такой, парень, ну, им было лет 50-55. Да, такой красавчик. И я подошел, рискнул подойти к нему, я так подошел, зашел. Он смотрит на мальчика-оборванцева, вот так, в кавычках, да, смотрит, мальчик пришел и просит у меня Далии. Я говорю ему, вы можете, я говорю, мне показать книгу Далии? Он говорит, нет. Я говорю, почему? Ну, потому что она, ты знаешь, сколько она стоит? Она говорит, стоит 350 рублей. Ну, вы можете представить себе, сколько в долларах это стоит, да? Да. Кто-то умудрился принести из-за границы, раньше были удивительные. ГДР, Фареге, с Германии привезли ее. Американское издание, Абрамс называлось. Да. И там все было. Там был его лов танца, там и Мадонна Рафаэлия с его Галой, тоже с его женой Галой, с ребенком Иисусом. Да. И там галлюцинация Теодора, Коридо. И вот эти, я говорю, эти все работы, выдающиеся его работы, большого размера. Где-то они на, я не помню, сколько, наверное, 4 метра на 2,5, где-то вот такого размера. А может еще больше, может быть, 8 метров, лов танца, было очень громадного размера, да. Это все российские его работы. Тайна вечера. Я не знаю, сколько она метров. Ну, может быть, она метров тоже, может быть, от 6 до 7 до 8 метров. А может и больше, я ее не видел. И вот, и все в этой книге. И его сам, дворец, где он построил, дворец Галой он построил. В конце его жизни он подарил своей жене это. Потому что она его. Для того, что она была его менеджером, она была его продюсером, она была его бухгалтером, она его была банкиром, она была его женой, она была любовницей ему, она была музой, она была его и менеджер. То есть это и женой, то есть это все связывало. То есть он не считал, то есть он работал только, он не считал. А делала все она, то есть она его как бы вот так вот продвинула и дала ему возможность работать. И в конце жизни он подарил ей дворец, главного расписал ему. Если кто это видит, сейчас на интернете все есть, можете посмотреть в музее Дали, вы увидите там, как он расписал потолок и оставил ей. И вот что, там вот это все есть, в этой книге. Теперь я подхожу к нему и говорю, он так смотрит на этого мальчика, говорит, а ты что, говорит, ее хочешь купить? Он-то знает, что я не смогу купить, потому что у меня такие денег нет. Я говорю, да. А он говорит, а у тебя есть деньги? Я говорю, ну я скажу, я говорю родителям, может они мне ее купят. Но я говорю, прежде чем купить, я хочу посмотреть. Он так посмотрел на меня, он видит, как я тянусь это видеть. И он видит, что я понимаю, это искусство, понимаете? Да, и покинься, и он пошел в сочувствие. Другой бы не дал, вот я скажу, что другой бы не дал. А почему я ему, он сначала не дал, он говорит, ну я не могу тебе дать ее посмотреть. Я говорю, почему? Ну потому что ты можешь ее порвать, она может у тебя упасть, она может там запачкаться, понимаешь? В общем, так, я говорю, я очень хочу, но я аккуратно посмотрю. В общем, он почувствовал сожаление, он такой, увидел, что ребенок очень хочет. Дело в том, что он понимает в искусстве. Тоже был талантливый парень. И он дал. И я сейчас аккуратно начал ее листать, так аккуратненько. И поток энергии на меня пошел опять, пошел этот поток энергии. Этот сильный поток энергии пошел на меня. Я листаю, не отрываюсь, смотрю, ну где-то полчаса. Я говорю, ну вот, ну что, тебе нравится? Я говорю, да, очень нравится. И я потом закрыл ее и дал ему эту книгу, этот альбом красивый. Он говорит, ну что? Ну ты скажешь родителям, они тебя возьмут. Я говорю, да, я обязательно скажу. Ну, он-то знал, что я не куплю в талантливом. Я ему сказал спасибо. И вот так я вот познакомил. И вот так вот. Вот это второй раз. Я не смог ее купить. Потом прошло где-то 11 лет. Это я уже был, наверное, я не помню. То ли в Москве я был. Когда я был в Москве, тогда я ее купил. Да. У меня еще был такой момент. Это уже позже. Вот я начал искать его книги. Значит, это уже было позже. Это уже было через какие-то 10 лет. Уже 23 года, когда мне было. Через 13, потом через 10 лет. Уже они начали выпускать.